всем привет сейчас до точки откуда начну сегодня свое рыболовное путешествие сейчас по 7 утра температура где-то минус 3 как и штиль на реке полная тишина и безветрия на реке никого нет как я рыбка начинает просыпаться играть кормиться сейчас хочу опять начать соку не все-таки хочу ловить если не получится сейчас уделю этому виду ловли не будет клевать значит опять перейду на щуку надеюсь что в такую погоду у меня все получится с таким морозами я чую все ближе к концу мой рыболовный сезон на спиннинг поэтому каждый день идет как последний все время думаешь вот это она последняя рыбалка нужно какого-то поймать хорошего достойного чтобы вспоминать всю зиму об этой рыбалке как последний рыбалками кажется да запоминается и откладывается в память до весны в общем плывем расстанавливаемся и пробуем ловить хищника смотрите получится у меня что сегодня или нет не доплыла еще пока куда мне надо увидел что по моему тут вот окунь вышел сейчас попробую поймать и виброхвост пока оставил на щуку как прицепил его с утра сейчас если будут поклевки поставлю поменьше поменяла все таки приманку поставил поменьше большого цвета для окунь то было плетенка конечно нужно конкретно пока удается ловить продолжаем там уже солнышко стоит солнышко начало вставать все думаю проще будет я все еще никак не доплывал до намеченные точки откуда собрался ловить сейчас тут вот еще пора сброшу не всегда тут поклевки бывает по поводу вот еще раз вот какой-то утренний крокодильчик попался хочет нас прокатнуть что-то неплохое есть не должен сойти там двойник но подниматься не хочет да неплохая такая щучка я видел я сейчас там блеснула на 4 нужно побольше пока вот катает нас адреналин прям зашкаливает до пятерная ну покажись я чуть не пойму то ли плетенка от мороза трещит то ли от этой щучки вот она неплохо так взяла вот тут пасть может даже больше пяти есть завели ее нужно успокоиться даже еще не доплыл до точки трещит у меня подсак тихо 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 может даже под шесть такая крокодиляшка килограмм пять не точно есть где же у тебя приманка моя щучка вот этот вот утренний бонус морозный красота сейчас вытащим взвесим сколько так самый волнительный момент окажется от самой крупной щука на спиннинг в этом сезоне мне кажется кажется в ней 5 точно есть а вот сколько точно сейчас взвесим не точно что весы моя прыгает 4 890 на 4 800 показывает мои весы почти такое длинные почти 5 килограмм еще раз взвесим 4 4 800 пусть они прыгать 4 700 8 4 880 не успел я доплыть до точки который плыл горы сейчас тут покидай попробую окунь поймать и такой прям слабый ударчик был и подумал сначала стоит окунь был и вроде к лодке она шла нормально а а потом уже конечно когда она поняла что она уже на крючке ей деваться некуда и тут она начала мне давать жару еще плетенка подмерзала все трещал звенел в это морозное утро ну это какой-то прям двойной адреналин но все сработало отлично и плетенка и и спиннинг и катушка щучка мне поддалась вот такая почти пятером не попалась сегодня дает на нсамы они наверное самые крупные в этом сезоне щука пойманной мной на спиннинг такая классная какая длинная до этого на кружке который ловил то было толстая это наоборот длинная такая неплохая щучка ловим дальше все добрался до первой точки решил вот попить пока чайку успокоиться немножко нужно еще перевязать всю снасть свое потому что после каждой более-менее рыбы я всегда стараюсь перевязывать потому что мало ли когда она выворачивался или пытался освободиться плетенка попал на зуб и она где-то повреждена не хватало чтобы еще какой-нибудь трофей клюнул из-за нелепой глупости банальной лени перевязывать эта щучка бушла поэтому стараюсь не жалеть не себя не плетенку отрезать сколько надо и перевязывать много вопросов было как я привязываю поводки плетенки сейчас как раз настал момент когда я покажу вам это на кому не интересно кто знает может чуть-чуть перемотать я думаю дальше у нас все будет еще хорошо мне конечно же можно заканчивать свою рыбалку но я останусь буду ловить буду остальных всех отпускать но вы смотрите что еще у меня в это морозное утро может получиться ну в общем я очень просто привязываю не помню если честно как называется узел если кому интересно посмотреть в интернете я особо название этих узлов ники не запоминая не мне особо не нужны но я знаю что это самый крепкий узел которым привязывается поводки просто делаю вот плетенку меня надеюсь видно складываю пополам и просовываю в ушко нашу поводка просунул и делаю из этой двойной плетенки обычный узел продеваю и все и затягиваю вот таким образом что у меня на другом конце вот такая петелька получилась потом просовываю поводок вот петельку нужен конечно еще и смочить и просто потом тяну за два конца за длинные за короткие и все наш узел затянут видно надеюсь вот таким образом я привязываю поводки плетенки очень простой и надежный узел с которых как вы сами видели не сходит крупные щуки не обрывает ничего вот так все готово привязан собрана наша ловистая приманка готова мы готовы к встрече нового крокодильчика плетенка конечно по таким кольцам очень плохо летит солнышко уже встал но пока никак не разогреет еще такое интересное место выше по течению длинный-длинный миляк тут вот такой поворот с неплохой ямкой и потом дальше опять миляк вот как раз она на границе выхода с ямы и миляка щучка попался видно вышла с ночного с ночной своей стоянки кормиться мы тут как тут поймали надеюсь это будет не единственная наша щучка за сегодня и удастся поймать хоть пусть и не таких а чуть поменьше но поймать сейчас полез в коробку за воблерами не на глаза попался воблер вот такой понтон 21 дип хейс называется 70 помню раньше с отцом мы на него всегда хорошо ловили это мне уже нам 3 или 4 воблер такой остальные все поторвал мы ловили просто когда плыли он закидывал я плыл он закидывал в общем троллинг у нас такой получался без мотора и просто кстати его закидывал и ловил щучку на него вот сейчас хочу попробовать поставить его и посмотреть что получится ну и заодно достану свои любимые выборки этот такой вот от лаки крафт пойнтер 97 еще мне еще летом 20 лет приходили в облерке вот такой вот китайский от беркинг орбит 110 и его хочу разловить сейчас поставлю попробую что на него можно поймать я даже не знаю что у нас сейчас может получиться с ним самое главное по глубине был прошел и все хорошо было вот как летит он я не помню как пуля до той стороны докинул но я думаю если сейчас щучка тут нет есть что-нибудь можно на него зацепить сейчас заглублю его поглубже и помедленнее потом буду вести такой упористый воблерок в общем ничего это на воблер не поймал немножко сейчас переплыл на перекат где помельче и поставил вибро хвост уже на все те чтобы траву не цеплял не все просили показывать вот показываю меня приманка ставлю приманку вот такой вот кембрик маленький чтобы приманка когда задевала траву или об коряге я не сползала со всетного крючка тем самым дольше держится и игра не сбивается приманки сейчас пар тройк раз брошу джига и буду пробовать ловить на воблеры правда у меня сегодня одна только палка со она моя джига и поэтому не знаю как будет они анимироваться приманка попробую должно все получиться какая-то была поклевка не понял чья может даже окунь можно поставить поменьше приманку и попробовать его поймать сейчас мы так это сделаю убийца окуня собрана сейчас поймаем его не похоже был удар на щучьи такой больше окушковый дернул раз и все может конечно ошибался сейчас и сразу будет ясно то если блок у него маленькой приманку схватит быстро сошел щука что ли было так начала фрикцион разматывать но у меня тут все конечно поэтому никаких шансов неплохая была щучка обидно да это была щучка приманка у меня была вся разодрана в пух и прах поставил на все эти сейчас побольше надеюсь что она не укололась еще разок клюнь неплохая была по ощущениям сразу начала выматывать у меня фрикцион я сначала сомневался думал может крупный окунь просто был тоже нормально так сопротивляется но нет смотрел вся приманка зарезана ну вот это вот и беда все это потому что сходов с него очень много бывает дни когда с них вообще ничего не сходит а бывает вот так вот сел два раза головой махнул и все и освободилась значит ей не судьба сегодня показаться на на камеру где конечно выпустил какая она там не была но теперь мы этого не узнаем и не увидим что там было и кто там был наверно не узнаю если она еще раз нам не клюнет на сегодня водяной решил за меня что мне хватит и одной такой щучки за что им очень благодарен и конечно долг спорьте не стал 1 так 1 я согласен такая вот красавица осенняя сегодня был мороз минус 9 с утра я долго думал вчера ехать или нет потому что маслом и никаким не брызгаю плетенку а без масла конечно ловить она намерзает и тяжеловато но по пути сюда у меня проколол с колесо я пока менял в общем приехал уже светло было и поэтому недолго пришлось ждать рассвета восхода солнца чтобы она отогревал мою плетенку и все получилось надеюсь вам все понравилось пока